МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долой скуку и уныние! Даёшь Новый год в каждый дом! Готовы спасти любую ситуацию отменной порции хорошего настроения. Кстати, про спасти. Сегодня же 27 декабря. День спасателей. Именно поэтому в нашей студии сегодня самые настоящие спасатели. Скорее, пойдём с ними знакомиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот мы и в студии. И сегодня будем общаться на самой интересной теме с очень необычными гостями. Сегодня у нас в студии начальник службы пожаротушения Камчатского края Андрей Александрович Шиллер. И начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Камчатскому краю Лейла Винтаева. Здравствуйте! А наши гости сегодня отмечают свой профессиональный праздник День спасателя. И мы не можем вас не поздравить, так что мы вас поздравляем с этим профессиональным праздником. Спасибо. Ну ты сразу подскажите, поделитесь с нами, как-то праздновать свой профессиональный праздник, ну прям за несколько дней до Нового года. Это двоякое ощущение. С одной стороны, ты празднуешь праздник, потому что действительно событие для нас. С другой стороны, ты понимаешь, что когда люди отдыхают, население, то мы должны быть в форме, так сказать. И поэтому сильно не разгуляешься. То есть Новый год для вас горячая пора? Да, для нас Новый год это горячая пора. Когда все отдыхают, мы должны быть на страже. Мы вообще празднуем два праздника. Кто является представителем, так сказать, пожарной еще структуры, тот празднует День пожарной охраны 30 апреля. А если у него еще и родители, и коллеги работали при советской пожарной охране, то еще и 17 апреля. И вот 27 декабря мы празднуем уже общий праздник, День МЧС. Праздников много у нас в стране, это замечательно. Вот праздник и ощущение праздника – это очень важно. А какие еще сегодня знаменательные даты отмечают сегодня, 27 декабря, мы узнаем прямо сейчас из нашего календаря. Во всем мире сегодня отмечают День вырезания снежинки из бумаги, а в России с профессиональным праздником поздравляют спасателей. Также в этот день в 1932 году введена паспортная система в СССР. А в 1945-м основан Международный валютный фонд. Именинники дня – французский актер Жерар Депортье, российский актер и режиссер Сергей Бодров. В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют сотрудников службы МЧС. Дата установлена указом президента России 26 декабря 1995 года в честь образования пятью годами ранее российского корпуса спасателей. На сегодняшний день на счету Российского министерства чрезвычайных ситуаций свыше полутора миллиона спасенных жизней, более шести миллионов потушенных пожаров и около 30 тысяч ликвидированных чрезвычайных ситуаций. Необычный праздник, который отмечают 27 декабря – День вырезания снежинки из бумаги. Лучше всех этот праздник отметили жители Тюмени, которые в 2019 году вырезали 12-метровую бумажную снежинку – самую большую в мире. А вот самая большая настоящая снежинка, когда-либо зафиксированная человеком, диаметром 38 и толщиной 20 сантиметров, выпала в американском городе Форт Кео в 1887 году. Сегодня Петропавловск-Камчатский празднует День гимна. Такое решение приняли городские депутаты, чтобы привлечь внимание жителей города и его истории. А еще в 1973 году, в этот день, в Краевой, тогда еще областной столице, были образованы Ленинский и Октябрьский районы. С 1988 года это деление было упразднено. Андрей Александрович, ну, наверное, к вам вопрос. Кто сегодня занимается спасением людей из пожаров? Как много этих людей? Какие они? Замечательные люди, земляки. Я всех уважаю, очень люблю своих коллег. Я хотел бы сказать, что нас достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность в нашем крае. В каждом селе, в каждом городе есть структурные подразделения, которые стоят на охране. И хотелось бы отметить здесь, что с точки зрения нормативов главенствующую роль играет, наверное, 123-й федеральный закон, 76-я статья, которая говорит о том, что прибытие пожарных подразделений должно быть не превышать 10 минут в городе, 20 минут в селе. Поэтому в рамках вот этих временных критериев у нас везде есть подразделения, посты, части пожарные. Поэтому у нас... Сегодня эти нормативы выполняются? Да, на Камчатке, к счастью, 100%. Отличный результат. Мы уже начали немножко говорить так о структуре управления, да? Вот из... мы знаем, да, бывший госпожнадзор, а сейчас это управление с длинным-длинным названием. Вот из каких отделов и управлений сегодня состоит главное управление МЧС России по Камчатскому краю? На самом деле, не длинное название. Есть длиннее? Нет, на самом деле оно не длинное. Управление надзорной деятельности и профилактики, насколько я понимаю. Есть управление пожаротушения и проведение аварийно-социальных работ. Есть управление гражданской обороны и защиты населения. Вот три таких основных столпа, которые имеют контакт непосредственно с населением. И пронизано это все связью, управлением информационных технологий. Плюс надо добавить обязательно управление материально-технического обеспечения, которое все это обеспечивает. Плюс еще есть у нас структурные отдельные подразделения, такие как ЦУКС, Центр управления в кризисных ситуациях. Такая информационная голова, можно сказать, куда все стекается, откуда раздаются команды в случае ЧАЭС, ДЕРГ. В общем, и хотелось бы сказать, есть такие подразделения, как ГИМС, Государственная инспекция маломерных судов, тоже такая мощная структура, практически в каждом селе она имеется. И хотел бы также отметить, что есть у нас спасатели в Крае, очень квалифицированные, есть пожарные, есть водолазные службы, кинологические службы у нас есть. Даже есть службы такие робототехники и беспилотная летательная авиация. Тут, кстати, можно вообще отдельно сказать. Это отдельная тема, интересная, и мы в этом году получили новую технику, как раз в Крае, которая передвижной такой пункт управления беспилотной авиацией. То есть очень классная техника, она позволяет теперь самолету, так сказать, дрону летать на далекие расстояния, снимать видео, около 70 километров. Ух ты. Может уходить, а улетать на 120. То есть вот такая вот у него особенность. Поэтому мы очень счастливы, что к нам приходит хорошая техника. Мы становимся еще оснащеннее, еще профессиональнее в этом плане. А у нас как раз есть сюжет про новую технику, которую получила МЧС России по Камчатскому краю. Давайте посмотрим сюжет и вернемся к нашему разговору. Пойдет на первый раз. Сворачивайся. В Петропавловске на базе специализированной пожарной части проходит знакомство с новой техникой. О ее возможностях камчатским пожарным рассказывает практикующий педагог из Ангарска. Миша, Миша, вот видишь? Полоса ровная. И тут полоса кривая. Тебе нужно совместить вот это параллель. Вот с этой параллелью будет удобнее. И в плане тут красную полосу сделай. И тут красную полосу. Когда будет транспортное положение. И тебе будет очень удобно совмещать неписанные правила операторов-высотников. Летом на Камчатку привезли многофункциональную машину, собранную на базе автомобиля «Урал». Ее уже окрестили скорой помощью пожарной охраны. Она предназначена для перевозки отнетушащих веществ, боевого расчета, пожарно-технического вооружения. Минимум всяких заморочек и электроники. Мы пробовали, выдвигали ее на полный вылет 14 метров. Пробовали ронять, она не падает. Машины испытаны. Проведены динамические испытания, статические испытания. Как видите, без происшествий. Эта машина многоцелевая. Она удобная. Это автосистерна и автолестница. И боевой расчет. С помощью новой техники можно проводить аварийно-спасательные работы. 17-метровая автолестница способна дотянуться до крыши пятого этажа. Это для небольших районов, где пятиэтажки. Узкие проезды, то, что аутриггеры не надо выставлять. Просто под собой машину поднимаешь в проезде, где три метра, грубо говоря. Где не надо ни на газон, ничего тебе выдвигаться. Технический парк камчатских спасателей пополнился морским катером. Судно изготовлено в Петербурге. Корпус разделен на четыре отсека. Так что в случае повреждения или затопления одного из них, катер останется на плаву. Его конструкцию переделали специально под спасработы. Трубку, которую вы видите, изначально ее в проекте не было. Плюс ко всему, две банки, это сиденья, скажем так, да, сиденья, рундуки, кормовой и носовой. Так как лодка будет единственной у ребят-спасателей, куда она идет, мы их сделали быстросъемными. То есть если нужно выходить в море за лежачим, больным, либо там перевозка каких-то грузов срочная, банки очень легко отстегиваются, оставляются на берегу, и вы получаете лодку номер два, скажем так. Первые испытания прошли в Авачинской бухте. Спасатели установили, что катер набирает скорость до 65 километров в час, обладает хорошей маневренностью и не боится больших волн, а значит, подходит для экстремальных условий. Мы участвовали в ходовых испытаниях этого катера. Первые впечатления очень положительные. То есть хорошо себя ведет на воде, маневренный, запас мощности есть. Ну, как бы свои цели выполнит. Планируется отправить его в поселок Осора. Там суровые климатические условия, то есть и волнение, и ветра. И этот катер, как никто более, подойдет для тех условий. В этом году в арсенале Камчатского центра госинспекции по маломерным судам краевого МЧС появилась и новая аэролодка. Такое судно может перемещаться по воде, льду и снегу и развивать скорость больше 100 километров в час. Данное средство предназначено для проведения контрольно-надзорных мероприятий инспекторским составом ГИМС в круглогодичном режиме. Это очень актуально для проведения данных мероприятий весной и осенью, когда на водоемах образуется тонкий лёд. Основная часть судна – надувные баллоны. Днище защищается бронёй, изготовленной из специального полимера, похожего на чешую. Материал устойчивый к внешним воздействиям и механическим повреждениям. Не меняет своих свойств при перемене температурного режима. Работать на таком судне можно круглый год. Новые технологии в спасении жизни – это, конечно, тема передовая и тема важная. Расскажите, удалось ли попробовать вот эти уже новые бесприлотники, новые технологии в деле, как они себя проявляют, как на практике-то? Применяем обычно где? При разведке лесных пожаров, при поиске, допустим, пострадавшего, потому что у него имеются тепловизор и камера, то есть он может одновременно идентифицировать человека, допустим, которого мы ищем. А это вообще в целом облегчает ваш труд? Очень облегчает при разведке, потому что, чтобы получить данную и определить тактику и стратегию действий наших, необходимо собрать всю информацию. И вот это очень оперативный способ. Запустил беспилотник, он пролетел, ты все посмотрел. Сверху все будет. Да, и тебе все ясно. Ты начинаешь принимать решение, куда кого управлять. Харна, ну вот у вас орган надзорный, занимаетесь проверками, в том числе, статистику наверняка ведете. Какая есть статистика по пожарам в этом году? Куда мы движемся? Что можно по ней сказать? Ну, в основном мы занимаемся профилактикой. Наш орган направлен на то, чтобы предупредить пожар. С начала текущего года зарегистрировано 1210 пожаров на территории Камчатского края. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение пожаров. Говоря о профилактике, какие меры предпринимаются? Вот что сейчас, где пожары возникают, какие очаги чаще всего? 25% из общего количества пожаров – это пожары в жилом секторе. Основной причиной пожара у нас остается неосторожное обращение с огнем. Вот как раз близится новогодняя ночь у нас, и таких примеров бывает много, когда люди… 31 число – это ночь неосторожного обращения с огнем, как правило. Это действительно так, что в новогоднюю ночь повышается количество таких случаев, когда люди бывают неаккуратны? Конечно, повышается. Ну, в каждом дворе это происходит. Конечно, повышается. Это и праздники, проходят какие-то вечеринки, где-то люди употребляют спиртные напитки. И поздно ложатся спать, рано утром даже. Тот факт, что пожары чаще всего происходят из-за небрежности людей, и в состоянии сна, глубокого сна – это в 3-4 утра – тоже имеет свое отражение. Слушайте, ну у нас есть уникальная возможность тоже провести небольшую профилактику и людей предупредить. Что нужно делать, чтобы не возникали необратимые, опасные для жизни и здоровья ситуации? Беречь свое имущество, беречь себя, соблюдать требования пожарной безопасности. Уходя из дома, ну, в новогоднюю ночь все празднуют дома, естественно, но, тем не менее, уходя из дома, необходимо выключать все электрооборудование. Не пользоваться поврежденными электроустановками, розетками, электропроводами, удлинителями. Выключать все, кроме приборов, которые имеют режим ожидания, допустим, которые постоянно работают, холодильники. Остальное все необходимо выключать, потому что были случаи у нас и микроволновки взрывались, зарядное устройство телефонов взрывались, телевизоры в режиме ожидания, как бы тоже скачок напряжения и все, происходит пожар. Я бы еще добавил бы, надо закрывать окна, форточки, потому что в них залетают петарды. И не от хозяина, там уже разгорается пожар. Такие случаи были и есть. Ну, основные-то вещи вообще элементарные, этому учат еще детей со школы. Но такие случаи все равно происходят и случаются, к сожалению, пожары. Почему так происходит? Как вы думаете? Человеческий фактор? Наверное, да. Человеческий фактор больше беспечность людей, невнимательность. Действительно, авось пройдет, меня не коснется. И при этом происходит. И то же самое. Частные дома. Мы проводим профилактические рейды по частному жилому сектору и очень часто обращаем внимание на печное отопление. Тоже часто происходят пожары из-за печного отопления, неправильно смонтированные печи, либо эксплуатации печей. Андрей Александрович, пожар – это стихия. И ее очень сложно остановить, эту стихию. Зайти в горящий дом может не каждый. И когда пожарный приезжает на вызов, конечно, ему требуется определенное мужество. Может быть, вспомните какие-то истории? Ну, слово «яркие» здесь употреблять не хочется, потому что пожар, да? А вот какие-то истории, которые, наверное, запомнились вам особенно. Вы правильно подметили. Любая наша победа над огнем – это в любом случае чье-то горе. Поэтому, с одной стороны, мы радуемся, что мы победили, что мы потушили, но, с другой стороны, мы видим другую сторону медали. Это все время какие-то сгоревшие, обуглившие стены и лица грустных хозяев и так далее. Вы спросили, какими качествами должны, да, обладать пожарные. Ну, я бы, наверное, сказал, что смелость обязательно, храбрость, чувство понимания того, что ты делаешь и для чего ты делаешь, выносливость, терпение. То есть, наверное, это, ну, и взаимовыручка обязательно, потому что здесь дело общей команды важнее, чем твоя индивидуальная. Экстремальные ситуации, дело такое, к ним нужно быть подготовленными. Я знаю, что у вас служба не расслабишься, постоянно проходят учения, в том числе. У нас об этом есть сюжет, давайте посмотрим, потом поговорим на эту тему. В начале прошлого лета вокруг села Эсса запылали сопки. С масштабным пожаром боролись десятки сотрудников МЧС. Поэтому для третьего этапа всероссийских учений, прошедших в апреле этого года, сотрудники ведомства выбрали следующий сценарий. Горящий лес вокруг удалённого села, сгоревшие дома и сильный ветер, разгоняющий пламя. Чтобы добраться до отдалённых очагов пламени, пожарные пробивали дорогу монстрам противопожарной техники, инженерной машиной разграждения. Для тушения огня в засушливых районах леса МЧС подняли в воздух Ми-8 с водосливным устройством. Были проведены мероприятия по разблокировке дорожного полотна, которое перекрыто повалившимися деревьями. Отработаны элементы по тушению лесного пожара, отработаны элементы по тушению пожара в населённом пункте. Также дополнительно была усложнена задача, это с применением авиации, было произведено с помощью ВСУ-5 сбросы воды. Городские учения прошли на территории Петропавловского молокозавода. Пожарные ликвидировали условное возгорание в цехе выдува бутылок. По легенде, огонь разбушевался из-за нарушения техники безопасности. На условный вызов пожарные приехали за семь минут. Девять человек, согласно замыслу учений, оказались отрезаны дымовой завесой. Их нужно было отыскать и эвакуировать. Это было сделано в кратчайшие сроки. В процессе спасателям удалось обнаружить, локализовать и устранить очаг возгорания. Площадь пожара составила 200 квадратов изначально, после увеличилась до 270. В здании находилось 9 человек персонала, которые были в итоге успешно спасены. Такие учения необходимы, поскольку Петропавловский молокозавод – одно из крупнейших промышленных предприятий Камчатки. Если произойдет пожар на молокозаводе Петропавловский, на данных помещениях, точнее, даже расположены сосуды под давлением, фреон, а также рядом располагается склад ГСМ объемом 75 кубов дизельного топлива и произойдет небольшой взрыв. Для того, чтобы отработать чрезвычайную ситуацию в дошкольном учреждении, был выбран детский сад номер один «Ласточка» в Елизове. По легенде, загорелось одно из помещений в группе номер 7. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Участие в тренировке принимали 27 человек и 6 единиц техники из подразделения Елизовского пожарно-спасательного гарнизона, а также 18 пожарных и две машины из гарнизона Краевой столицы. Цель учения – отработать действия персонала, действия личного состава. Цели достигнуты, пожар потушен, пострадавшие, количество 9 человек спасены. В октябре на Камчатке прошла всероссийская штабная тренировка в рамках месячника гражданской обороны. Местом для учений выбрали территорию хладокомбината, расположенного в морском порту. Там, по вводным данным, в результате разрушения под завалами оказались несколько человек. Срочно требуется помощь. Такое сообщение поступило от оперативного дежурного склада в Центр управления в кризисных ситуациях. Из-за технической неполадки на предприятии не сработали сигнализация и вентиляция. Прибывшие на место происшествия спасатели провели работы по осаждению аммиачно-воздушной смеси, а также разобрали завалы, под которыми были люди. Всех эвакуировали, а пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. На потенциально опасных объектах, в зависимости от водной, всё время происходит на разных объектах. Может это быть ТЭЦ-2, может быть хладокомбинат, либо вообще подготавливаем натурный участок и отрабатываем данное мероприятие. Провели учения и в одном из супермаркетов Петропавловска. Там, согласно тактическому замыслу, в торговом зале в результате короткого замыкания загорелись упаковка товаров, стеллажи и оборудование. Из-за этого появилось большое количество густого чёрного дыма, который заполнил помещение торгового зала. Вы сейчас работаете, вот сюда не надо в торговую, здесь пожар. После поступления сигнала в пожарно-спасательную службу, к месту условного происшествия были направлены пожарные расчёты. К моменту прибытия огнеборцев поступила новая вводная. Семь человек из числа посетителей и персонала оказались отрезаны от пути эвакуации дымовой завесой. Как и во время остальных учений, все пострадавшие были обнаружены и переданы медикам, а пожар был вовремя протушен. Как вообще часто проходят такие учения и насколько они максимально приближены к боевым условиям? Мы стараемся их приближать максимально к боевым. Мы искусственный дым используем на учениях. Вот шумит постоянно пожарная сигнализация, оповещение. То есть это тоже давит достаточно психологически. Мы как можно дальше прячем наших статистов, чтобы пожарные преодолели некие испытания для того, чтобы их найти. В целом это очень полезная процедура. Вообще пожарно-тактические учения – это очень важно. И примерно раз в месяц, два раза в месяц они проходят на больших объектах, крупных. И для пожарного гарнизона, конечно, это знаковое событие. Все к нему готовятся. А у наших камчатских пожарных есть какие-то уникальные навыки, которые отличают их, скажем, от наших коллег из Приморья или из Москвы, откуда-то? Да, сегодня День спасателей. Я хотел бы, наверное, больше сделать шире аспект. Да, есть пожарные, есть спасатели. И уникальность, я думаю, заключается наших камчатских спасателей пожарных в том, что мы отрезаны от региона. И если в Центральной России где-то на окраине какого-то субъекта что-то случается, то есть взаимодействие, специальные документы, которые регламентируют прибытие соседнего субъекта и помогают. То мы здесь, как вы видите, особо быстро никого не ждем. Поэтому должны рассчитывать только на свои собственные силы. Поэтому наша мобильность, наша готовность должна быть стопроцентная. И я хотел бы сказать, что учитывая достаточно большой промежуток времени, уже моего опыта, порядка 20 лет, со всеми задачами справлялись мы, любого характера. Есть очень сильные структурные подразделения у нас. Прямо, я бы сказал бы, такие столпы. Это и спасательный центр, очень мощный, один из 10 по стране. У нас большой аэромобильной группировкой, которая в несколько часов может собраться и где-то до 100 человек куда-то уехать сразу. Представляете? Также есть специализированная пожарно-спасательная часть, очень сильная. Кстати, о ней можно сказать, что по стране ее знают и уважают нашу часть. Она порядка четырех раз занимала первое место среди специализированных пожарно-спасательных частей страны. Помимо того, что вы еще ездите где-то участвовать в каких-то конкурсах, я знаю, что вы еще ездите и помогаете тоже. Вот как раз-таки у нас есть сюжет о том, как ликвидировали последствия наводнения в Амурской области. Давайте посмотрим об этом. Когда в начале июня в Пенжинском районе из-за таяния снега и прошедших дождей повысился уровень воды в реках, оказались подтоплены четыре десятка дворов и ряд важных объектов инфраструктуры. В селах Слаутная, Толовка и Аянка. На помощь жителям отдаленных поселков пришли сотрудники МЧС. Совместно с правительством Камчатского края было принято решение о направлении в зону подтопления аэромобильной группировки. На борту находятся краевые спасатели, спасатели Камчатского спасательного центра, а также руководящий состав Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Группировка будет оказывать адресную помощь пострадавшему населению. В случае ухудшения палатковой обстановки будет производиться эвакуация людей в безопасные населенные пункты. И необходимость эвакуации возникла. Хуже всего было в Слаутном. Там вода пришла на территории трансформаторной подстанции, котельной, водонапорной башни, пожарного поста и вертолётной площадки. Спасатели вели мониторинг обстановки. Оказывали помощь тем, кто остался в своих домах. Здравствуйте. Проходим дома, представители сообщения. Ради Бога. Всего за 9-10 июня эвакуировано 62 человека, из них 31 ребёнок. Часть населения разместилась у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения. А это уже при Амурье и конец июня. Снова крайне сложная обстановка и режим чрезвычайной ситуации. Тогда 100 сотрудников Камчатского спасцентра отправились на помощь дальневосточным соседям. Укрепляли берега, помогали в транспортировке уцелевшего имущества. Эвакуировали домашний скот. Доставляли продукты питания и питьевую воду. А также возводили насыпную дамбу, укладывая мешки с песком. Такую помощь камчатцы оказывали жителям Амурской области дважды за лето. И со сложной паводкой обстановкой, которая сложилась в Амурской области, решением министерства, в Амурскую область отправляется аромобильная группировка Камчатского спасательного центра. Состав аэромобильной группировки – это 100 человек, которые имеют с собой все необходимые плавсредства, имущества для оказания помощи жителям Амурской области. На территории Амурской области они будут находиться до стабилизации паводкой обстановки. Работа в других регионах Дальнего Востока для камчатских спасателей – не редкость. Так, в прошлые годы они неоднократно оказывали помощь жителям Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев в период сложной паводковой обстановки. О республике Саха в борьбе с природными пожарами. Если в работе природы диктуют наши навыки, навыки наших спасателей, а вот в профилактической работе есть какие-то особенности? Или в принципе все так же, как и по стране? В профилактической работе у нас тоже круговорот. Постоянно проходят какие-то операции и отопление, и жилье, и школы. Очень много операций, которые мы проводим в рамках Государственного пожарного надзора. Это и майские праздники, когда мы совместно с лесхозом выезжаем на осмотр территории, на обследование, с разъяснением населения о требованиях пожарной безопасности. По дачам ездим, то же самое. Места отдыха людей, где возможно, что они отдыхают на речке, и еще в какие-нибудь места такие подобные. Тоже вручаем памятки, разъясняем, как разжигать костры, как соблюдать требования пожарной безопасности. Ну, слава богу, люди отзываются и очень благодарны даже за разъяснение требований пожарной безопасности. Ну и, наверное, перед Новым годом вручайте бесчисленное количество памяток о том, как вести себя. Перед Новым годом тоже по местам, по общеобразовательным учреждениям, где проходят новогодние мероприятия, ездим, рассказываем правила поведения, правила пожарной безопасности, правила пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий, новогодней елки. И также вручаем памятки, рассказываем, как пользоваться огнетушителями. Говоря о подготовке к Новому году, как раз-таки мы решили опросить жителям о том, какие правила пожарной безопасности вы соблюдаете в новогодние праздники, и чему учат детей. Давайте узнаем в нашем вопросе. Не пользоваться фейерверками, если пользоваться только в присутствии взрослых, не поджигать ничего. Хлопушки не стреляю, бенгальские огни сразу в воду, а остальное что? Короче, соблюдаем. Не были эти продажи оголеные, ну, чтобы детей не подпускать, чтобы было при присмотре все, понимаете, вот это самое главное. Петарды? Петарды, я вообще, я вот сколько жжу, я не разрешаю ни детям никому. Петарды вот это все вот. Потому что, если бы это действительно было где-то проверено, а это Madden China, сами знаете. На ночь выключать гирлянду. Еще? Не вешать гирлянду на елку. Почему? Потому что она может загореться. Если искусственно. Если искусственно. Закрывать окна, если когда начинают спускать салюты. Конечно, мера обращения с фейерверками. Вот, елка, безусловно, без нашего присмотра не остается. Она у нас искусственная, гирлянды. Ну, и открытый огонь в квартире, стараемся не разжигать. Я обязательно обращаю внимание ребенка на то, чтобы гирлянда, когда без присмотра, она была отключена в обязательном порядке. Ну, и, соответственно, бенгальские огни, конечно же, тоже хлопушки. Вот это вот все должно быть под присмотром взрослого. Вот, друзья, в ваших силах тоже организовать свой праздник правильно и не допустить возникновения опасных ситуаций. И подарить праздник спасателям и пожарным. Кстати, про дарить праздник. Друзья, у нас есть очень хорошая традиция. Мы всех наших гостей просим приносить подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я знаю, что вы тоже пришли к нам подарочком. Мы не исключение, мы любим детей. Мы принесли им подарки. Я думаю, не порадуют их в новогоднюю ночь. Целый набор. Повыдь на стол кладите, пожалуйста. Ой, как приятно принимать такие подарки. Может быть, у вас есть уникальная возможность что-то пожелать хорошим детям? Счастья, такого полного, так сказать, здоровья, любви, радости. Ну, наверное, солнца над головой, мирного неба. Ну и чтобы дыма не было рядом. И огня. Да, и огня. Спасибо вам большое за подарки. Они отправляются под нашу студийную елку, а чуть попозже передадим их всеми. Ну, а мы отправляемся на кухню. Это телемарафон «31 оливье». И мы готовимся узнать очень много новых слов. И какое-то новое блюдо приготовить. Наши гости сегодня подготовили что-то необычное. Андрей, рассказывайте. Да, я это буду готовить сам впервые. Чаще я это ем, чем готовлю. В общем, я сказал жене просто, чтобы она все приготовила, и она это сделала. Внештатная ситуация. Внимание, готовить будем экстраординарное блюдо, потому что оно вегетарианское. Да, это вегетарианское оливье. Так что, я думаю, всем понравится. Ну, давайте попробуем. У нас тут очень много необычных продуктов. Перечислим, что у нас на столе. Печеная картошка, насколько я понял, с морковкой. Зеленушечка, как мы видим. Петрушечка. Да, это соевый сыр тофу, классический. Это горох, это майонез. Я так понимаю, это майонез, кстати, тоже вегетарианский. И это сметана и черная соль. Вот важный компонент. А это си-тан, пшеничный белок, так сказать. Пшеничный белок. Да. На счет раз-два-три, мы же военные, да? Давайте помогу вам. Резать. Расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Я так понимаю, готовите вы редко. А вот с семьей часто ли видитесь, благодаря вашей работе? Вопрос слойла к вам. Вот, оказалось как. А то что вы тут просто режете? Рассказывайте. С семьей я вижу свободное от работы время. Это вечерами. И выходные, и все свободное время посвящаю своим любимым детям. Большая семья. Два ребенка. Два сына. О, милота какая. Андрей так технично попытался передать вопрос, но он не уйдет от ответа. Рассказывайте про семью. Да, у меня красавица жена, красавица дочка. Ее 12 лет. И сын 4 года. Вы дома все вегетарианцы? Все не кушаете мясо? Да, мы все вегетарианцы и уже порядка 12 лет. Ух ты, с опытом, со стажем. С опытом, со стажем. Ага. Ну а на Камчатке тяжело быть вегетарианцем? Нет, абсолютно не тяжело. Вообще я как бы никогда на эту тему не зацикливаюсь. То есть я никогда не делю детей, людей на вегетарианцев и не вегетарианцев. У меня очень много друзей не вегетарианцев. Так сказать, я родители мои, папа у меня вообще охотник в таком духе. Так что я очень спокойно ко всему этому отношусь. Но для себя я точно понял, что мне легче как-то и физически, особенно при занятии спортом. Я в прошлом профессиональный спортсмен, поэтому когда от мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, по пожарно-списательному спорту, и в свое время мне нужны были результаты хорошие. И вот этот опыт был удачный для меня. И после этого я и остался на нем. Картошечка отправилась, морковка за ней. Отлично. Слушайте, а мыйные с вегетарианской где взять? И что это за мый наш такой? Честно, я не знаю, как его делают, но это реально вегетарианский момент. Я не понимаю, как это все делается, но это очень вкусно. Потому что ем регулярно. У нас будет возможность тоже его попробовать. Давайте про Новый год. Вот уже, скоро, 31 декабря. Какие планы, какие мысли, какие мечты и желания? Я начну с себя, наверное, да? Да. Но вообще Новый год семейный праздник, все об этом говорят. И я это поддерживаю. И у меня уже сын, ему 4 года, как я говорил, дочка. Хочу как-то вместе провести выходные эти. Может, съездим на каток. Ну, в общем, у нас Камчатка располагает правильно провести время. Вообще, за что я люблю Камчатку. Очень много позитива у нас есть вокруг. Поэтому я счастлив, что моя жена, она, кстати, из Калининграда, да, что она прилетела ко мне и живет со мной именно здесь, а не я живу. Это как вы так жены нашли-то в Калининграде вообще, да? Да, так что найдем, чем заняться. Всегда, когда есть выходные, то есть у меня вот эта инерция рабочая, интенсив такой, он исказывается на отдыхе. То есть нам надо все везде успеть. Для меня Новый год тоже традиционный праздник. Справляю его с семьей, со своими детьми. Новогодние каникулы мы проводим вместе. Ну, то есть, как я уже сказала, все свободное время своим детям. Украшаем елку, новогодний стол. И потом пошли и лыжи, и санки. Благодарю. Пожалуйста. И на каток. Ну, а какие вот мечты, желания к 22-му году? Каким бы хотели видеть этот год? Спокойным. Спокойным. Получше, чтобы пожаров было, чтобы люди более ответственными были. Может быть, больше каких-то учений, знаете, скиллсов каких-то таких интересных для себя. В этом году у меня был опыт такой очень хороший. Я летал в Москву на выставку комплексной безопасности. Меня отправляли в командировку. И там я порядка недели был ответственным за огневой симулятор. И мне он больше всего впечатлил, потому что залазишь в этот симулятор, получается, в боевой одежде и снаряжение. Нам, кстати, выдали его. Все там отличного качества. И под высокими температурами, порядка 200-300 градусов. То есть, да, ты наблюдаешь, как работает вообще огонь внутри, как он себя ведет в зависимости от подачи кислорода, от того, когда его перекрываешь. Тогда вот эти вот все понятия обратная тяга, то есть нейтральная зона, когда дым спускается, выше поднимается. То есть ты это все видишь, как на самом деле распространяется пожар. Оказывается, он вот, ну не то, что оказывается, я просто объясняю, что он по дыму проходит, дым прогревается и простреливают такие, знаете, лучи пламени. И ты это все видишь сидя. И при этом температура накаляется, накаляется, накаляется. Там у нас был старший все время в нашей группе. То есть, и он давал команды, какие задвижки открыть, какие открыть, чтобы кислород отсюда, доступ оттуда. И вот прям, и понимаете, в какой-то момент, вот, концентрация обратной тяги, взрыва вот этого, она создавалась, через тебя прям проходит пламя. Ты прям вот ощущаешь, как она тебя кусает. То есть такое ощущение, что вот ты сразу себя вспоминаешь где-то на пожаре. Такое тоже бывало в подвале где-то, вот там, где концентрируется температура высокая. Ну, ты понимаешь, что это все искусственно, и вот буквально за выходом, там, да, из этого симулятора, там, абсолютно нормальная погода, и все счастливы. И это тебя очень дровит. И плавится шевроном, представляете, каски мы обматывали в фольгу, чтобы она у нас не плавилась. И вот ты ощущаешь, как тебя вот это пронизывает все, ты прям чувствуешь, как тебя уже начинает щекотать огонь, пламя. Называется такой термин, он спрошивает уже прям у тебя полностью. Выходишь оттуда, как супер-баня, знаете, то есть тебе полностью весь мокрый и так далее. Но эффект очень серьезный. Я бы хотел, чтобы у нас на Камчатке появился такой симулятор огневой, и мы бы могли тренировать вот именно отношения внутри с пламени. Если у нас есть дым-машины, да, и мы понимаем, как нужно тренировать алгоритмы действия в нулевой видимости, да, то еще бы хотелось бы тренировать именно при очень высоких температурах. А это вот позволяет такие узкоспециальные тренировочные комплексы. Какие-то большие события Камчатка будут принимать в ближайшее время в этом направлении? В направлении каком? Вы имеете в виду в пожарном? Да, конечно. Ну и о музыке я хотел бы поговорить, но тем не менее. А, о музыке. Кстати, я шучу. Музыка. В этом году я участвовал, как и в прошлом году, в российском конкурсе именно как раз музыкального пожарного творчества. Поэтому можно эту тему обсудить. А это вообще есть музыкальное пожарное творчество? Да, творчество. Есть такое творчество. И со всей России, представляете, сезжаются пожарные спасатели, и они поют свои авторские песни. Ух ты. Такие приезжают ребята, что... Такие басковые там гуляют хиркорами, да? Ничего себе, да, думаешь, вот это да. Муслимы Магомаевы конкретно там поют так, что удивляешься, и потом ходишь, еще и автограф просишь. Россия полна талантов. Россия полна, да. Лэла, вы поете? Нет, я не пою. Не поддержите. Хорошо, а какие увлечения у вас? Хобби есть какое-нибудь? Хобби – это лыжи, беговые, горные, ну, на любительском уровне, непрофессиональные. И летом велосипед. Наш необычный майонез. Да. Большой ложкой. В необычный оливье. Па-бам! Вот такое экспериментальное блюдо, которое вроде и естся каждый день, но, тем не менее, для нас это будет сегодня премьера. Прекрасно. Осталось попробовать, так ли оно на вкус. Что, попробуем? Мы первые не пробуем. Смотрите, взял. Посмотрим на них, как они… Мне вот интересно попробовать… Вот, Таня, вкусом. Вот этот хлеб, да, и тофу, все вместе надо пробовать. Соли мало, да, наверное, потому что? Пока не понимаю, что я ем, подождите. Для тех, кто ищет замену стандартному оливье, вполне подойдет вот этот рецепт. Шикарно, можно иногда и взять как эксклюзивное, экзотическое блюдо тоже. Поэтому, друзья, берите себе на заметку. Я предлагаю нашим друзьям сказать большое спасибо за интересные истории и за вкуснейшее блюдо. Друзья, ну и впереди самое интересное. Давайте продолжать. Иногда на помощь приходят не только люди, но и наши четвероногие друзья. Сегодня наш специальный гость – инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Камчатскому краю Анна Воронкова и ее четвероногий питомец Жетон. Аня, расскажи, пожалуйста, почему такое имя у Жетона? Ну, дело в том, что у нас в Центре кинологической службы, помимо того, что мы закупаем собак, еще и рождаются наши щенки от наших, так сказать, рабочих собак, которые заслуживают внимания, которые себя как-то проявляют. Вот. И этот жетон, вот он тоже с нашего разведения. И каждому помету, родившемуся у нас, мы присваиваем очередную букву алфавита. Жетон родился в помете, которому была присвоена буква Ж. Все собаки данного помета были названы на букву Ж. И так как мы всем коллективом придумываем все время имена, вот сошлись на том, что одна из собак будет Жетон. А сколько всего собак и как зовут его братьев-сестер? Да, в помете у нас четыре собаки в этом помете. У него две сестры и один брат. Брата зовут Жиган. Сестра одна Жасмин, одна Жесть. Слушайте, у него такая интересная штука на нем одета. Это его рабочая униформа? Это шлейка, да. Это следовая шлейка, которую мы одеваем во время работы. Сейчас мы одели для красоты. А так, когда мы выезжаем на место преступления, в собаке одевается шлейка и поводок сюда вот крепится. И вот в таком виде мы начинаем работать по следу. Парень молодой, сколько ему? Парень молодой, ему полтора года. Начал он свою карьеру абсолютно недавно. То есть с октября этого года он начал работать. Но уже успел стать знаменитостью. О нем буквально недавно писали все наши СМИ. Потому что Жетон, собственно, очень хорошо сделал свою работу. Он помог раскрыть преступления. Расскажи, пожалуйста. Да, ну как бы дебютировал он, скажем так, хорошо, громко. Свою работу выполнил, свою порцию еды отработал. Это было 31 октября. Нам позвонил дежурный со второго отдела и сказал, что нужно выехать на место преступления. Это угон автотранспортного средства. Мы приехали в составе следствия оперативной группы. Машина угнанная была обнаружена в этом же районе, что облегчило нашу работу. Почему? Потому что покинул преступник автомобиль, соответственно, он ушел, если автомобиль на месте. И по стечению обстоятельств это был короткий промежуток времени. Это была малая заслеженность, так как было раннее утро. Я применяла собаку от автомашины. И Жетон, уверенно взяв след, он прошел к одному из домов, возле которого был обнаружен железный ящик с инструментами. По предположению, он принадлежит злоумышленнику, который этими инструментами открывал автомобиль. И далее он проследовал в подъезд, поднялся на четвертый этаж и указал на одну из квартир, где и находился злоумышленник. Всю дорогу проделал своим носом. Да, всю дорогу проделал своим носом. А есть какие-то особенные вещи? Понятно, что это его главный инструмент для работы. Есть какие-то вещи профилактические для носа? Может быть, не знаю, как следить за этим инструментом? Нет, особых вещей таких нет. Если вы имеете в виду капли, я не знаю. Нет, самое главное, профилактика этой... Вдруг вы их там тоже тренируете как-нибудь? Вкусняшка. Тренируем, мы тренируем собак. У нас можно тренировать пищевая мотивация и игровая. То есть жетон, у него игровая мотивация. И во время дрессировки он зарабатывает свой портировочный предмет. Это либо мяч, либо жгут, в который потом он играет. И ему этого достаточно. А в работе он как не относится? Тоже как к игре? К игре. Или вы понимаете, что это что-то серьезное? Нет, относится именно как к игре. То есть он не понимает, что он выполняет какую-то такую особую функцию, какую-то особую миссию, что он осуществляет правопорядок. Для него это игровая форма. То есть он приезжает, играет, и если результат, он придет к правильному результату, он получит свою игрушку. Ну а в его воспитание входят также какие-то более брутальные вещи. То есть он же не должен быть собакой, наверное, совсем разласканной и доброй. Может быть, там есть какие-то вещи такие, где он должен привести характер? Да. У нас есть такое упражнение, как защитная служба. И он на самом деле не совсем ласковый, не совсем добрый. То есть и в определенный момент, если сложится такая обстановка, и он почувствует какую-то угрозу, он не пожалеет своих сил и ресурсов. И думаю, тому человеку очень не повезет. Почему? Потому что пес довольно крупный, и хватка у него довольно жесткая. Поэтому лучше не надо. В послужном списке жетона пока только одна такая большая крупная победа. Но я думаю, что пока это одна победа. Впереди еще много достижений. Я знаю, что у тебя есть еще одна собака Тайра, которая также неоднократно хорошо делала свою работу и тоже становилась героиней публикации наших средств массовой информации, даже федеральных СМИ. Да. Есть такая воспитанница у меня, Тайра. Сейчас она в том, что готовится к пенсии, она уже взрослая. И так как на помощь ей пришел жетон, я сейчас его подготовила, выезжаю, она используется очень редко. Но, тем не менее, да, в свое время она тоже раскрывала преступление, также выводила на адрес, где находился преступник. По более сложному делу там был грабеж. Поэтому тоже в ее послужном списке есть такие, да. А какое питание, какой рацион у жетона? Что вообще предпочитают в виде? Предпочитают он сухой корм. Почему? Потому что в Центре кинологической службы собак мы кормим сухим кормом. Но всегда обязательно вкусные косточки он получает в свой мясной рацион. Каждый месяц, как положено, вкусняшку. Ну, за раскрытие само собой. А, да, вознаграждение обязательно. Да, обязательно. Слушайте, а какие вообще условия его содержания? Есть какие-то обязательные вещи? Какие-нибудь гарантии государства? Послужные какие-то вещи? Он ведь на службе. Гарантия государства – это то, что у него есть свой вольер. Две порции еды в день. Ну и ветеринар, обслуживание ветврача. Вот, если он вдруг заболеет, у него… Вдруг насморк. Вдруг насморк, да. Вдруг там, может, лапу порезал. У нас есть ветеринар Екатерина Юрисовна. Вот она ему в этом плане поможет. А так особо больше ничего. Но ведь главное, что у него есть, это любовь его хозяев, его кинолога, который его воспитывает с малых лет. Я знаю, что у собак есть своё предназначение, да? Они воспитываются с определённой целью. Вот расскажи об этом. Что умеет каждая собака и что, например, он может, а чего не может же то? Ну, когда мы закупаем собак, либо у нас рождают собаки, мы за ними наблюдаем и определяем, по какому направлению какая собака будет работать. У нас есть несколько направлений деятельности. Это как в Хогвартсе шляпу, которая говорит, куда пойдёшь. Ну да, то есть у кого-то есть, допустим, вот собаку по трупам нужно обучать определённых, да, которые вот любят что-нибудь с душком. Наблюдаешь, собака делает такие вот подвижки в эти стороны, да, вот всё, она идёт на… Ну, это породы, наверное, близкие к волкам-медведям, что-нибудь такое. На поиск трупов. Жетон, на него посмотрели, решили, что он будет работать по общеразыскному профилю, искать людей по их запаховым следам. Ну, что он сейчас и делает. То есть злоумышленный кушёл своими ногами с места происшествия, по этим следам собака его и нашла. То есть он может найти, например, потерявшегося человека. Да, он может найти потерявшегося человека. Нас бывает используют, когда люди, допустим, куда-то уходят в лесу, теряются. Бывает такое, что берут и нас, и по следам, допустим, если известно место, откуда человек мог уйти, да, вот, допустим, от машины. Мы используем собак на поиск людей. Что самое сложное в работе кинолога? Надо обладать большим терпением. Ну, и само собой, это огромная любовь к животным. Потому что, допустим, нельзя как-то ругать собаку, да. То есть, ну, не всегда собаки. Собаки разные, они как люди. Кто-то за один день освоил программу, кто-то за неделю. И надо с терпением к этому относиться, да, и до собаки доносить то, что она должна делать. Поэтому терпение, оно необходимо. Есть собаки, скажем так, которые долго могут понимать, некоторые быстро. И вот с теми, с которыми долго, нужно выстраивать отношения по-особенному. Ну, мы вам пожелаем терпения, нашему жетону служебных успехов. А вот что бы вы хотели пожелать жителям в наступлении Нового года? Я хочу пожелать, чтобы у жителей все было хорошо, да, в наше время самое главное – это здоровье. Поэтому, чтобы в том числе и вы были здоровы, все ваши семьи, близкие, друзья. Вот, ну, и чтобы мы поменьше к вам приезжали, чтобы в вашей жизни не случалось таких моментов, когда бы требовалась наша помощь, чтобы вас ничего не украли. Смотрите, жетон уже что-то унюхал. Да, и вот сейчас мне становится страшно, потому что жетон может что-нибудь найти в нашей студии. Возможно, он уже расследует дело, куда делись продукты с кухни. Вот, смотрите, как беспрекословно жетон слушается свою хозяйку. Ань, спасибо большое за рассказ. Мы желаем успехов, успехов как в личной жизни, так и в рабочей. А мы продолжаем наш телемарафон. Порой в компании наступает момент, когда неожиданно появляется человек с гитарой. И вот уже душа поет в унисон хорошей авторской песни. У нас сегодня самая душевная компания, поэтому смотрите и подпевайте с нами. С времен далеких славен труд пожарных, и в наши дни мы славе той верны. Не раз на деле верность подтверждали пожарные спасатели страны. В боевках с аквалангом, с парашютом, на сборы только несколько минут. Туда, где бедствуют, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Идем туда, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Когда все чаще буйствует природа в ответ на наш технический прогресс. Готовность и прийти на помощь людям простые парни в форме МЧС. В боевках с аквалангом, с парашютом, на сборы только несколько минут. Туда, где бедствуют, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Идем туда, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Бывает, что награды боевые, вручает нам страна за мирный труд. Розу ветров, что на эмблемах наших, повсюду с уважением узнают. Розу ветров, что на эмблемах наших, повсюду с уважением узнают. В боевках с аквалангом, с парашютом, на сборы только несколько минут. Туда, где бедствуют, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Идем туда, где гибнут люди, где верят нас, надеются и ждут. Дорогие друзья, пускай в нашей жизни будет как можно меньше потрясений. Пусть огонь пылает только в душе, огонь любви и страсти. Пусть необходимая помощь пребывает своевременно. И пусть каждый чувствует себя под надежной защитой. И с наступающим Новым Годом! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok